Буквально на днях компания Huawei намекнула нам всем, что совсем скоро выйдет новый продукт с экраном 18 в 9, и я очень хочу на это посмотреть. Ну а пока я подробно изучил Huawei Nova 2 в черном цвете, этот смартфон заслуживает вашего внимания. Как всегда, я делаю обзоры не такими дотошными и не такими одинаковыми по своей сути, как у других. Хотя, как посмотреть? В ближайшие минуты вас ждут мои впечатления, как обычного юзера, и мой опыт эксплуатации без лишнего пафоса и вот этого вот всего. Погнали! Опять черный и опять красивый. Сразу скажу, что всем тем, кому я показывал данный смартфон, все говорили, что в этот раз он точно очень-при-очень похож на седьмой iPhone. Может, через призму видео этого и не видно, но вживую прямо очень. На протяжении всего видео слово «очень» будет часто упоминаемым. Слава яйцам, здесь есть олеофобное покрытие, и оно крутое. Мы остановились на упоминании черного цвета в контексте всего, что касается цвета корпуса и органов управления. Внешний вид, вот он сразу запоминается, запоминается не вычурностью своих каких-то дизайнерских уловок, а простотой линии и красивым простым внешним видом. Он обтекаем во всех своих непристойных и пристойных местах. Nova 2 выглядит как седьмой iPhone, и теперь это заявление точное как ни крути. Хорошо это или плохо – решать вам. Две основные камеры немного выпирают из корпуса. Но это не критично вовсе, и даже наоборот. Сканер на спинке устройства – не кнопка, а просто поверхность, которая точно попадает под ваш палец. Впереди стекло, закругленное по всем четырем краям и плавно переходящее в корпус. Логотип Huawei спереди снизу не напрягает. Все кнопки, разъемы и все технические отверстия симметрично правильно расположены на корпусе, а кнопка вкл-выкл немного рифленой и точно узнаваема для вашего пальца. Что ни говори, но 5 дюймов – это очень комфортная диагональ, по крайней мере для меня. LTPS и Full HD прям комфортно. Все читаемо и смотрибельно, и настраиваться по цветовой температуре в настройках. Можете считать как хотите, но лопаты имеют право на жизнь, только не для комфортного использования. Внимание, 443 ppi. Кто-то скажет мало, а кто-то скажет самое то для 5 дюймов. Смартфон очень эргономичен, правильно лежит в руке и им удобно пользоваться. Единственное нарекание ко всему этому прелестному внешнему виду и дизайну – это то, что он очень скользкий. Но такую красоту странно прятать под чехол, и многим это встанет в копеечку в том случае, если смартфон разобьется, не усидев в вас руках. Справедливости ради, хочу упомянуть, что в комплекте есть прозрачный чехол. Сравнивать с конкурентами можно и нужно. В голову приходят такие модели, как Xiaomi Mi 6, Samsung A5 2017. Они все в какой-то степени похожи внешне, даже сравнимы по начинке, хотя абсолютно с разными миссиями на этой земле. Стоимость Nova 2 составляет 23 тысячи рублей, и купить вы можете в официальном магазине или в Китае. Вот все ссылки, как всегда, в описании. Вот вы что думаете, Nova 2 или Xiaomi Mi 6? Что лучше? Пишите в комментариях и вместе обсудим. Сердцем смартфона, хотя не, не так. То, что отвечает за плавность работы всей системы, называется Kirin 659, вместе с 4 гигами оперативки и встроенными 64 гигами памяти, которую можно расширить картой памяти до 128 гигабайт. Смартфон отлично себя показывает в повседневной жизни, за время использования не было проблем с производительностью ни разу. Оптимизация Kirin в каждый раз становится все более эффективной, и совсем скоро этот процесс, наверное, станет игровым. Наверное. Но сейчас вы все равно сможете поиграть в самые требовательные игрушки, как минимум на средних настройках графики. Примеры снимков с трех камер этого смартфона перед вами. Сами модули основной камеры 12 и 8 мегапикселей, и они нечеток работают, отрабатывая каждый потраченный на них рубль или цен. Множество режимов съемки, в том числе профессиональной, стали уже визитной карточкой смартфонов Huawei. Есть режим двухкратного оптического зума, я им пользовался редко, и он требует к себе отдельного внимания и более детального изучения. Но то, что он уже есть, и это прекрасно. Живые фотки и бьюти-режим это, конечно, хорошо, но не так круто, как 12-мегапиксельная передняя селфи-камера, которая дает действительно потрясающие результаты как в фото, так и в видео. Говорил много раз и повторюсь и сейчас. Обычному пользователю все равно, какие камеры вы как производитель установили. Главное – это результат. Результатом я на Novi 2 полностью удовлетворен. Камеры стали явно круче и эффективнее, чем в первом поколении. Софт по стандарту. Седьмой Android, настройка Motion UI, плюс я устанавливаю ланчер под себя. Лишнего и не скажешь, но багов в прошивке нет. Оптимизацию прокачивают с каждым разом, как будто слушая своих обзорщиков и тестеров своих смартфонов. Отличный прием 4G и всех модулей связи, плюс есть LTE от 6 до 300 мегабайт. Как навигатор использовать можно. Радиомодуль 1. Звук основного динамика звезд с неба не хватает, хотя есть выделенный ЦАП. Качество на уровне, звонок также не пропустите. Звук из наушников мне понравился действительно. Я доволен именно все 100 за эти деньги. Зарядка, кстати, Type-C и это хорошо. Батарея на 3000 махов дает примерно 5 часов работы экрана. В жизни это полноценный день работы смартфона, практически ни в чем себе не отказывая. Ставишь на зарядку вечером, снимаешь с утра и пользуясь целый день. Смартфон я не выпускаю из рук уже более 10 дней, если не больше. И сейчас именно это тот момент, когда мне его надо отдавать. Но ужасно не хочется этого делать. В связи с моим родом деятельности, я часто меняю смартфоны и расставание с тем или иным экземпляром для меня это стандартная ситуация. Но почему-то с новой 2 мне это делать дается сложнее. Наверное. Как-то уж очень сильно он мне по душе. У вас бывает такое с гаджетами? У него масса очевидных плюсов, которые будут по нраву многим. Все начиная от размеров корпуса до качества снимков, получаемых с камер, и производительность у меня полностью устроила. Я остался полностью доволен использованием этой модели. Здесь мало компромиссов, с которыми вам получится столкнуться, выбирая себе смартфон и присматривая себе новую 2. Как и у любой другой вещи или гаджета, у аппарата, несомненно, есть минусы. Но поверьте, они настолько незначительные и притянуты за уши, что о них даже не буду упоминать. Это годный смартфон, заплатив за который 23 тысячи рублей, вы получите эмоциональное удовлетворение от так называемого юзер-экспириенса на гораздо большую сумму. Вот вы реально кайфанете от этого смарта. И мне будет очень приятно, если после просмотра этого видео вы сделаете всего три простых шага. Это поставите оценку этому видео, поделитесь им в социальных сетях и нажмете на колокольчик. Ах да, чуть не забыл. Пишите, что вы супергерой, ведь вы досмотрели до конца. Совсем скоро увидимся. Всего доброго. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok